Виктория приехала в Беларусь в 2014-м из Донецка. С дочерью юной убегали от войны. К слову, по национальности женщина белорусская. Детство прошло в Могилевской области. Судьба сложилась так, что переезжать пришлось не один раз. В настоящее время живет и работает в Каменце. На подобные встречи приходят не в первый раз. Как правило, за советом и информацией. Много вопросов есть, которые, допустим, в Беларуси многие не сталкиваются, не знают. Юридически тоже люди, сами юристы, которые в Беларуси по беженцам тоже не могут дать консультации, потому что они тоже не проинформированы. И поэтому вот такие вот встречи, больше информации, как от ООН, больше занимаются беженцами. Жан-Ив Бушарди в Бресте гость нередкий. Подобные мониторинговые визиты совершают регулярно. В среднем один раз в три месяца. Если появляются срочные и неотложные дела, частота увеличивается. Но, как правило, вопросы у вынужденных переселенцев носят бытовой или юридический характер. Хоть и являются важными, но не горят. Мы активно сотрудничаем с партнерами, к примеру, Красным Крестом и службой по консультированию беженцев. Если поступает информация, что необходимо вмешательство ООКБ ООН по какому-то особому случаю, мы всегда находим способ приехать в регион дополнительно. А на таких встречах по графику тематика вопросов от раза к разу меняется незначительно. Чаще всего это трудоустройство, реже медицинское обслуживание, иногда образование. За 2017 год на территории Брещена за статусом беженца обратилось более полусотни человек. Дополнительную защиту попросили порядка сотни. Среди заявителей были граждане нескольких стран, в их числе, к примеру, России и Египта. Однако порядка 90% – жители страны-соседки Украины. Прежде всего, статус беженца или дополнительная защита дают право законно находиться на территории страны. Человек защищён от насильственного выдворения. Люди могут работать, получают право на образование, доступнее становится медицинская помощь. В принципе, те, у кого есть статус беженца или доп. защита, имеют равные права с белорусами. Конечно, за исключением некоторых моментов, к примеру, участие в голосовании или занятие некоторых должностей. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.